Приветствую вас, давайте мы с вами для начала разберем ваш вопрос, да, то есть я его сейчас зачитаю. Меня волнует мое состояние в настоящий момент. Смотрите, у вас есть определенное состояние, оно вас беспокоит. Что это за состояние и чем, чем оно вас беспокоит, и как оно вас беспокоит. Давайте попробуем начать с вами с этого. Многие девушки среди моих родственников и подруг получили предложение выйти за миссию и уже отпраздновали свадьбу. Я сама состою в отношениях один год. Счастливо в них мы вместе живем больше полгода. Мы представили друг друга своим семьям. Мой молодой человек меня любит говорить об общем будущем на детях, но предложение не делает. Сама я не хочу заводить этот разговор, так как искренне верю в то, что рано или поздно это с нами случится. Но сам факт, что мои подруги и сестры находятся в процессе смены статуса девушек в статусе зон, я сама стал очень нервничать на этот счет и сомневаться в отношениях с лицами на своих молодого человека, что не спешит с этим совсем или не доводит разговор именно о нашей с ним в свадьбе и браке сочетаниями. Значит, для вас большое значение имеет статус и то, что вы сравниваете себя с другими людьми. Я не думаю, что семья и изменение вашего статуса поможет вам, потому что после создания семьи, после браке сочетания у вас появится другая тема, тема детей скорее всего. После детей у вас появится тема, там, например, ну не знаю, воспитания детей, чтобы они были не менее успешными, чем дети ваших подруг и родственников. Вот. То есть для вас, понимаете, очень важно мнение окружающих и социальных статусов, из-за этого вы зависимы. Вы зависимы. Вот, например, ну вот, желание молодого человека вам это предложение, собственно говоря, сделать. И я не буду, в принципе, с вами, ну как бы пытаться вас переубедить, да, потому что, ну зачем, немножко не входит это в мою компетенцию, да, и в сферу интересов. Но просто хочу сказать, что в итоге, в итоге все упирается в определенной степени в ту цену, которую вы готовы платить за следование тем или иным ценностям. Ну, например, если вы продвигаете ценности семейного плана, то вам, ну как бы, нужно посмотреть на степень, уровень своей зависимости от окружающих и на степень превалирования того, что вы должны делать над тем, что вы, например, делать хотели бы. Потому что, в этом случае, такое превалирование, к сожалению или к счастью, неизбежно. Я думаю, что достижение какого-то определенного результата, ну, например, создание семьи, рождения ребенка, я думаю, что достижение какого-то определенного результата проблему не решит. Почему не решит? Потому что вот эта вот череваточинка, которая у вас есть, эта вот история, что я могу остаться не в том социальном статусе, важность социального статуса, это установка. И она, эта установка определяет вашу жизненную стратегию, она определяет ваш жизненный план, грубо говоря. И, как бы, пока ваша установка и ваш жизненный план такие, вот, вы будете всегда к этому стремиться, находя все новые и новые объекты, все новые и новые предметы, значит, соревнованы. То есть, понимаете, да, вы соревнуетесь, вы соревнуетесь с своим окружением. Вы боретесь с ним. Вот что здесь самое изнадувающее и самое-самое неприятное. Вы будете, ну, на мой взгляд, да, на мой взгляд, естественно, вы будете чувствовать себя хуже других, если все выйдут замуж, а вы нет. Вы будете чувствовать себя хуже других, если у всех будут, там, успешные дети в вашем окружении, а у вас нет. И я думаю, что подобная позиция, она с вами, ну, недавно, я думаю, что подобная позиция с вами достаточно давно. И, ну, мой взгляд скромный, именно с этой позиции нужно работать, потихонечку отказываясь от идеи борьбы, от идеи такой вот постоянной конкуренции, когда вы, ну, по факту, постоянно конкурируете, постоянно пребываете в тонусе, значит, постоянно чувствуете нужду и необходимость, значит, ну, оправдывать ожидания людей, оправдывать ожидания окружающих, их социальные ожидания, например, да, вот, и так далее. Хотя вы этого, в принципе, делать не должны, на мой взгляд. Ну, то есть, если только вам хочется, допустим, чего-то, понимаете? Только если вы хотите чего-то, а, не так, что я хочу и не хочу, а, должна это делать, а, как бы, получается, я боюсь, именно, именно таким образом получается, что, как бы, хотите, не хотите, вы все равно делаете это, вот. Ну, и совершенно очевидно, что вам необходимо, как бы, работать со своими чувствами, да, то есть, ну, с осознанностью, потому что, на данный момент, мне кажется, вы, вот, говорите, что злитесь на молодого человека, там, да, и так далее, что стоит за этой злостью, что стоит за, вот, ну, этими переживаниями, очень важно понять. Как мне кажется, как мне кажется, есть потребность в стабильности, в определенности, которую вы, на мой взгляд, сами удовлетворить не можете, вот. И за счет семьи, да, вот, пытаетесь это сделать, пытаетесь это, как-то реализовать, то есть, ну, за счет семьи, создания семьи, пытаетесь себя защитить. Вот, получается, конечно, это всегда с переменным успехом, потому что, ааа, зависимость от людей, сделает вас, ааа, ну, более, ааа, более защищенным, к сожалению. Вот, а другого способа, вероятно, ааа, чтобы добиться, ааа, защищенности и стабильности, вы не знают. Вот, хотя он, ааа, безусловно, нет, просто вы меня обучил. И теперь, в первую очередь, это касается, конечно, ваших, ваших эмоций, ааа, в первую очередь, это касается ваших, ааа, желаний, вот, того, что вам нужно, того, что... того, в чем вы нуждаетесь, вот. Ааа, вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Подумайте, ааа, что для вас брак, что для вас семья, подумайте, что для вас социальный старт, что молодой человек, причем, обратите внимание, вы пишите, что молодой человек говорит, что меня любит, а что вы к нему чувствуете, вы не говорите, и что любите его, вы тоже не говорите. Да, может быть, это подразумевалось, вот, может быть, скорее всего, ааа, скорее всего, это подразумевалось. Но... Но... Это... Воночек. Это воночек. Потому что... Мне важно, чтобы... Любили... Меня... Когда... Меня... Любят... Я... Я... Эээ... Чувствую себя... Как... Ну, наверное... Более... Конф... Ну, более комфортно, наверное. Да? Наверно. Так, я думаю. Это как-то вот... Ну... Можно... Описать. Да? То есть, вот опять же... Эээ... Ну, постарайтесь... Эээ... 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 Такой... Эээ... Вопрос... Эээ... Эээ... Себе... Эээ... Эээ... Водать... Эээ... Эээ... Эф... Эээ... Что для меня важнее? Эээ... Эээ... Когда меня любят, или когда... Люблю я? Эээ... И чем? Может, для меня важнее? Эээ... Эээ... Когда любят, например, меня? Допустих. Ну, опять же, здесь вы говорите про то, что... Вот... Эээ... Ну... Про попытку... Ээээ... подтвердить, по сути, что молодой человек вас не бросил. То есть из всех сил вы пытаетесь убедить себя в этом, убедить себя в том, что молодой человек вас не бросит, что молодой человек вас вценит, вценит, любит и так далее. Но на данный момент семья для вас настолько важна, вот, что вы готовы сомниться даже в его чувствах, к вам и в его исцелённых намерениях, потому что себе вы не доверяете. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok